Ты больной? Всем привет! Меня зовут Серыш. Как я обещала в прошлый раз. В этот раз я расскажу вам, как отличаются русские прилагательные и корейские прилагательные. И скажу вам, что сложнее. Я учу русский язык уже 6 лет и также преподаю корейский язык. Так, это видео будет очень интересно и полезно для тех, кто учит корейский язык или русский язык. Тогда начнем? Поехали! Я сразу отвечу на вопрос. Какое прилагательное? Сложнее? Конечно, русское. Конечно. И есть 5 причин, по-моему. И вот расскажу. Во-первых, русские прилагательные похожи на существительные. Корейские прилагательные похожи на глаголы. И мы их называем 용он. Так как они оба заканчиваются на 다. Иностранцы часто путают, это прилагательное или это глагол. Но русский язык не так. Когда мы видим слова, мы сразу узнаем, что прилагательное, что глагол. Потому что они заканчиваются на разные окончания. Вы игрока или отъят. Русские прилагательные и глаголы совсем по-разному выглядят. А прилагательные, наоборот, похожи на существительные. Тем, что они тоже склоняются по поддержам, парадам и по числу. Об этом я уже рассказывала в прошлом видео. Вы помните? И очень важный момент. В корейском языке есть 관용сайон оми. То есть, когда вы говорите красивая книга, мы говорим 예쁜 цек. Мы добавляем окончание ни-эн или 은 к основе прилагательных. Епыда, 예쁜 цек. А род вообще не важен. Просто один из двух. Ли-эн или 은. Также, корейские прилагательные мы даже можем делать в прошедшем времени. Например, епыдон цек. Добавляем дон. Но в русском языке это невозможно. Книга, которая была красивой. Нужно добавить, которая была. Когда корейцы добавляют только одно окончание дон. Итак, мне кажется, корейский язык легкий. Это была самая базовая информация о прилагательных. И дальше, вторая причина. В русском языке есть странные существительные. Ученый, столовая, взрослый, ванная. Как вы думаете о этих словах? Это прилагательные или это существительные? Когда я только-только начала учить русский язык, мне было вообще непонятно, что это. А учитель нам сказал, что это все существительные, которые выглядят как прилагательные. Почему? Как они появились? Откуда они родились? Почему они выглядят как прилагательные? И почему они меняются как прилагательные? Для иностранцев? Очень странно. Это тоже исключение, что ли? А еще очень много таких слов. Если вы помните, пишите в комментариях. И в-третьих, почему вы говорите в прошлом времени? Я один раз поела с русской подругой в русском ресторанчике. Было очень вкусно. И мы объелись. И моя подруга сказала, что я наелась. Но мне было странно. Почему она говорит, что я наелась? Ни я наемся. В корейском языке, когда мы сыты, когда я сыта, мы говорим в настоящем времени. Я наемся. А вы говорите, я наелась. В прошлом времени. Так что это было чуть-чуть странно. Ммм, интересно. А еще вы говорите, я лопну. Когда вы объелись. А в корейском языке тоже есть похожее выражение. Да. Бе 터질 것 같아. По-моему, мой живот лопнет. Бе 터질 것 같아. А еще есть похожее. Вы говорите в прошлом, а мы в настоящем. Я устала. Я всегда думала, что это очень странно. Потому что я устала сейчас. Я. Мне тяжело. Не хочу работать больше. Это сейчас. Ни в прошлом времени. Но вы говорите, я устала. Я устала? Корейцы говорят, я устаю. Пиконэ. Пиконэ. Ни пиконессо. Странно, странно. Чуть-чуть странно. И в четвертых. Очень сложно перевести корейский язык на русский. Чута, шильта. Это корейские прилагательные, которые означают приятный и неприятный. Они часто стоят, стоят в месте сказуемого. Тогда в таком моменте очень сложно перевести их на русский язык. Допустим, кто-то говорит. Чуть-чуть странно. Лучше говорить, мне нравится череш. Это же звучит как русский язык. Наоборот так же. Чуть-чуть странно. Для меня неприятная окрошка. Чуть-чуть странно. Лучше просто. Мне не нравится окрошка. Когда я перевожу корейский прилагательные, я испытываю трудности. Если я буквально перевожу, то звучит странно. Поэтому я использую глаголы часто. Чута, приятный, нравится. Шильта, неприятный, не нравится. Вот так. Корейцы тут часто делают ошибки. И у меня есть очень смешной анекдот, история. Сначала апыда, больной. Я хочу сказать, что... Боряпа. Корейцы думают, что... Моя голова больная. Моя голова больная. Ну так, русские не говорят, да? Русские говорят, у меня болит голова. Вы используете глагол неприлагательный. А мы используем прилагательный. Боряка опая. Один раз я встретилась с другом русскоязычным. Но он выглядел, как будто он чувствует себя не очень. Поэтому я спрашивала у него. Ты больной? Я не знала, что больной. Иногда употребляется, как мать. Ну, я просто хотела спросить. Ты болеешь? Ты в порядке? И я спросила так. Ты больной? Ты больной? Потому что больной по-корейски апыда. И апыда прилагательные. Корейские прилагательные часто стоят в месте сказуемого. Поэтому я так спросила. Ты больной? Но так русские не говорят. Лучше спросить. Ты в порядке? У тебя где-нибудь болит? Так лучше. Ты больной? Нет. После этого он сказал мне, что это звучит не очень. Тогда я осознала, что апыда, больной, не всегда. Корейские прилагательные переводятся как русские прилагательные. В многих ситуациях лучше использовать глаголы. Я тогда поняла. И напоследок. Почему русские прилагательные сложнее? У вас есть длинная форма и краткая форма. Это так сложно понять. Говорят, что краткая форма как будто временно, а длинная форма это в основном. Вы понимаете, да? Вы лучше знаете, чем я. А мой учитель по русскому языку нам сказал, что если мы видим какую-то очень красивую девушку или красивого мужчину, лучше к ним обратиться. Вы очень красивая, вы очень красивы, не используя краткую форму. Вы красива, вы красив. Лучше так не обратиться. Вы красива означает, что вы только в данной ситуации красива, а в основном не очень красивы. Такого понятия в корейском языке нет, особо нет. Поэтому нам очень сложно, когда использовать краткие, когда использовать длинные. Например, мне было очень интересно, когда я узнала выражение. Она мне мала, она мне велика. А корейцы вы говорили так. Одежда слишком малая для меня. Или шапка слишком большая для меня. Мы просто используем длинную форму, а на самом деле русские выбирают краткую форму. Почему так? Когда краткая форма используется, это вечный вопрос для иностранцев. Чуть-чуть непонятно и сложно. Вот сегодня я рассказала о различиях корейских и русских прилагательных. Надеюсь, вам было интересно и полезно. А что вы думаете? Какие еще особенности или различия есть? А как вы сможете объяснить краткую форму прилагательных? Что это? Когда же она используется? Если вы учите корейский язык, я рекомендую вам читать пост, который я написала. Это пост о корейских прилагательных, особенностях и самых нужных прилагательных в корейском языке. Я ссылку выложу в описании, так что посмотрите, если интересно. Итак, увидимся на следующей неделе.